Радио Болткома Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро! В студии Радио Болтком, программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И с нами на связи онлайн из Москвы театральный критик Алена Карась. Здравствуй, Алена. Доброе утро! Доброе утро! Ужасно приятно тебя свидеть. Привет, мне тоже! Спасибо большое! Рига, для тебя не чужой город. Ты здесь была много раз, у тебя здесь есть друзья, знакомые. Ты знаешь, что происходит в Латышском театре. Насколько я знаю, ты за этим следишь. Насколько возможно, и, во-первых, насколько было возможно учитывая плотность золотомасочных страстей. Они совпали с разными событиями тоже и некими манифестациями в Латвийском театре. Но я с удовольствием и радостью за всем этим слежу. Мне кажется, это очень круто. Я очень люблю Алвиса Хермениса. Что бы он ни делал, что бы он ни говорил. Я просто презумпция уважения и интересы к его персоне для меня очень существенная вещь. В принципе, как всем, презумпция уважения, мне кажется, это важная вещь. Даже если я в чем-то не соглашаюсь или что-то мне кажется контекстуально слишком странным. Но я не видела спектаклей последних, и мне очень жаль. Я мечтаю когда-нибудь все это восстановить. Да, мы тоже мечтаем, потому что уже с конца октября практически театры не работают в Латвии и в Литве с ноября. И мы все находимся вне контекста действительного, потому что все, что происходит, происходит иногда онлайн. Но за прошлый год все тоже немножко устали от онлайна. И сейчас все ждут, конечно, тепла, лета в надежде, что все-таки летом можно будет что-то делать на улицах. Хотя бы какие-то фестивали, может быть, какие-то показы. Ну да, я не знаю, насколько вы включены в это движение потрясающее, которое началось в эстонском театре, когда они там, ну вот эти летние, практика летних сезонов. Выездов. Там потрясающе. Это просто не знаю, что получится у них в этом году. Но это просто дало возможность, давало возможность и зарабатывать деньги, и расширять вообще рамки сезона. Это прямо вот здорово. Ну, в Латвии прекрасный фестиваль есть летом в августе в Алмере. Это три дня такой большой праздник. И я думаю, что, конечно, все равно театр готовится к тому, что надо выходить на улицу так или иначе. Потому что даже если будут какие-то разрешения, они будут все равно в ограниченном количестве зрителей. Алена, тем не менее, в Москве все работает. Театры открыты в разных российских городах с разными условиями. Но, в принципе, все работает. И «Золотая маска» в этом году прошла в установленные сроки. Да. Мы все очень волновались, когда принимали решение, ну, я, по крайней мере, решение стать членом жюри, председателем жюри, вот в моем случае. Потому что, ну, мог быть такой же сюжет, как и прошлогодняя «Золотая маска», которая для членов жюри вся была просто на колесах или на крыльях, да. Все летали, смотрели спектакли на месте. Потому что провести в полном формате фестиваль не удалось. И в Москве, то есть вообще практически не удалось. И очень много смотрели там. Это трудная работа. Я преклоняюсь перед мужеством и, так сказать, да, здоровьем коллег. И желаю им тоже всякого благополучия. Мы очень, мы очень хорошо, расслабленно провели, в общем, эти почти три месяца. Хотя интенсивный месяц, конечно, был последний. Вот мы чуть-чуть съездили в Архангельск, в Пермь и в Петербург. Именно потому, что условия спектакля не позволяли привести их технические условия, да, и всяческие. Вот, например, лауреат фестиваля «Золотая маска» в номинации «Эксперимент» «Человек в маске», да, и спектакль под названием «Человек в маске», он просто, его нельзя сделать. Он сайт-специфик до такой степени. Его можно, конечно, придумать и сделать на московских ландшафтах московских, но это отдельный спектакль и отдельная работа. А это работа, связанная с... Теперь я знаю точно, в чем разница между граффити и стрит-артом, вот, а также в чем разница между действиями ментов или полиции, или и охранников, сотрудников охранных предприятий, как по-разному они охотятся за граффитчиками. А, то есть это, конечно, ощущение было огромное. Это история городской культуры, да? Это история городской культуры, граффия художника-граффити, который вписан в современный, абсолютно безграничный, да, в смысле глобализованный, субкультурный такой вот сегмент граффити, ну, отчасти стрит-арт, но прежде всего граффити. И это потрясающе. Это потрясающе. Нам всем раздали словарики, мы пытались уследить за его речью. Самое поразительное, кто-то из моих коллег, я даже знаю, мне кажется, это был Вадим Щербаков, нет, Олег Липовецкий, который сказал, что он придумал, самое интересное, что он придумал маску, маску граффити. То есть мы ощущали, что он каждую секунду здесь и сейчас с нами, полное присутствие. При этом он водил нас, перебегал, перескакивал, поддерживал, потому что это было довольно опасно, иногда путешествие по крышам гаражей и так далее. И он при этом все время находился в фокусе, держал нас в фокусе внимания, историй политических, художественных, субкультурных, психологических аспектов этой истории. Это было потрясающе. И главное, что мы видели, мы видели город, который почти никто не знает, очень мало кто знает. Он изменил нам, перенастроил оптику. Теперь я везде хожу и смотрю на крыши. Я знаю, что такое roll up, roll up и roll down, потому что вот так они рисуют это снизу, сверху и так снизу. И множество других вещей. Ну вот, так что это было открытие. Это не вполне эксперимент, конечно, но это полнота некого послания, которое впечатлило нас очень сильно. Это личное присутствие, экзистенциальные наши переживания, политические, человеческие, самые разные. Хорошо. Я спрашиваю тебя вот о чем. Здесь в Латвии довольно много людей были включены в программу Russian Case в начале апреля. И многие любители театра, те, кто постоянно поддерживает программу «Золотой маски» в Латвии, могли посмотреть спектакли, отобранные для программы Russian Case. И я могу честно сказать, что все мои знакомые, которые посмотрели несколько спектаклей, были страшно рады двум наградам. Следили потом за вручением на церемонии премии «Золотая маска» и были страшно рады двум наградам. Это спектакль Андрея Могучева «Сказка про последнего ангела», который получил приз за лучший спектакль в драме. И Тимофей Трибунцев, который получил приз за лучшую мужскую роль. Потому что вот за эти два названия очень сильно болели. Ты хочешь, чтобы я как-то это прокомментировала? Это скажи, пожалуйста, вот ведь, когда жюри заседает, я сама в прошлом году была здесь в латышской премии, в этом году была в литовской премии, чаще всего мнения расходятся. Насколько здесь вот этот выбор, раз он так совпал с ожиданиями людей, которые видели спектакль здесь, мне просто интересно, насколько это совпадало. Насколько он был очевиден, этот выбор, насколько он был неконфликтный внутри жюри. Вот этих двух номинаций. Да, это самое внутреннее. Действительно, премии для людей снаружи все более-менее равноценны. Но для нас, кто работал в жюри, есть как бы большие премии, меньшие премии в том смысле, что действительно премии, по поводу которых мы не сомневались или почти не сомневались, были единодушны. И там, где мнения разделились, что тоже естественно. Интересно, что вот в обоих этих случаях с главными номинациями в общем были, как сказать, была сложность выбора, объективная сложность выбора, потому что я видела спектакль на премьере, была захвачена им полностью. Все члены жюри смотрели его спустя год, почти что и я тоже. И спектакль шел не так ярко. И это на многих повлияло. Это впечатление, хотя все прекрасно сознавали его яркость, фантазийность, его красоту, ну и некоторые проблемы с драматургией. Безусловным для всех был ансамбль. Мы даже думали, как его выделить, но все-таки решили уже не делить спектакль на всякие нюансы, а просто дать ему объективно заслуженную награду. Но актеры, именно то, как Андрей Могучий работает с актерами, это впечатлило всех, безусловно, и вне всяких сборов. Что касается лучшей мужской роли, тут тоже был конкурент, довольно сильный. В итоге, конечно, все равно вот эта несомненная, фантастическая работа Трибунцева сработала, но так как в этот раз, я не знаю, какой вы видели спектакль, живой или еще с Михаилом Филипповым в записи. С Михаилом Филипповым в записи. Это очень серьезная и важная вещь, потому что в основном члены жюри видели его с Дмитрием Быковым, потому что Филиппов болел, к сожалению. И они видели в основном с Быковым, который яркая фигура, грандиозная, но он сильный дисбаланс тоже, возможно, создал. Так что какие-то тоже были там перемены. Вот это жизнь фестиваля. Но это жизнь театра вообще, которая меняется. Жизнь театра вообще, которая меняется каждую секунду, и в этом смысле действительно мы в неравных позициях. Критики, которые смотрят спектакль во время премьер, и жюри, которые смотрят его в общем-то во время... Фестивальных показов, да. Во время фестиваля. Это важно. Конкурентам у Трибунцева, который очень потрясающе формулировали, мои уважаемые коллеги, формулировали свои пристрастия и мотивировки. Почему именно они считают, что та или иная роль важна? Про Трибунцева очень красиво. Во-первых, очень красиво Саша. Ну, знаете, Александр Новиков, блестящий актер, его не надо представлять, актер театра Ленсовета, простите, в Петербурге, и киноактер знаменитый. Он блестяще сформулировал в Фейсбуке на своей страничке, я не буду сейчас пересказывать. Очень тонко всю эту парадоксальную суть работы Трибунцева прекрасно описал. Но было очень много поклонников, в том числе я, потому что я не видела этого спектакля, очень ждала его. Это была работа в режиссуре Яна Фабра, по дневникам Яна Фабра, которую сыграл прекрасный петербургский актер Андрей Фиськов. «Ночной писатель» был спектакль, и это виртуозная работа, виртуозная. И в ней есть свои тоже ограничения, может быть, она была слишком механистична, кому-то показалась, но она виртуозна, и я была большой поклонницей этой работы. Я хочу сказать, что у нас слушатели радио «Балком» есть возможность увидеть этот спектакль, может быть, летом, когда все откроется, или, может быть, осенью, но я говорю не про версию в Санкт-Петербурге, в БДТ, а Яна Фабр в прошлом году осенью приезжал в Вильнюс и сделал в Национальном театре тоже версию «Ночного писателя» с актером Мартинесом Недзинскасом. Если досмотрела «Чайку» Коршуноваса, он играл Тригорина, помнишь, молодого совсем. Сейчас он уже позрослел. Сейчас он позрослел и играет вот этот спектакль у Фабра в Вильнюсе, потому что Фабра, в общем, адаптирует этот спектакль к разным странам, играет его на разных языках, делает его с разными актерами. Я надеюсь, что будет возможность это увидеть. Так что, начну и писатель Фабра. Да, он был тоже один из таких фаворитов. Хотя он играет... В шюри, премия, премия, там невозможно. И самое интересное, что когда спектакль, если он номинирован в нескольких номинациях, если он доходит по одной из них до самого топа, то он лишается и не получает в итоге выбора, то он лишается возможности в других номинациях. То есть, мы же, в общем, мы ведь, конечно, делали какой-то расклад и пытались сложить некий пассианс, но это невозможно. Было очень много свободного выбора, тайного голосования и так далее. Скажи, пожалуйста, вот я посмотрела результаты, мы сейчас говорим, конечно, про драму в первую очередь, потому что мы говорим с тобой, кто был представителем жюри в номинациях драмы и кукольный театр, театр кукол. Я когда посмотрела вот этот список лауреатов в результате, потому что, когда смотришь церемонию, ну там, как-то переживаешь за кого-то, кого видела или за кого давно уже переживаешь, и кажется, что весь вот этот путь, который там актер, например, тот же Трибунцев сделал, он привел его вот в эту точку, в которой, например, для меня, ну, не было конкурентов, но я не видела ночного писателя, понятно, я не могу сравнивать. Конкурентов нет. Да, но мне кажется, что когда ты смотришь вот этот результат лауреатский, да, список лауреатов, ты понимаешь, в общем, что есть, складывается из этого определенная картина вообще состояние театра в настоящий момент. Название театров, которые участвуют в этом списке, имена актеров, которые там есть, режиссеров, которые так или иначе причастны к номинациям, да, если мы говорим о Дмитрии Крымове, который поставил и сделал спектакль Борис с Тимофеем Трибунцевым, так или иначе это все все равно соединяется, объединяется, и ты понимаешь вот эту вот картину, как ты говоришь, пазл, мозаику, из которой состоит нынешний актуальный театр. Насколько это правда отвечает на твой взгляд? Это отвечает, безусловно. Хотя, знаете, самое сложное всегда, самое радостное открывать или, по крайней мере, выдвигать на первой позиции тех, кто стоял в тени где-то, направлять свет прожектора как бы в эту сторону и самое всегда сомнительное направлять в ту сторону, в которой он уже много раз находился и так хорошо освещено это место. И, конечно, то, что, допустим, Юрий Бутусов получает награду, вот он получил как лучший режиссер, это как будто бы для всех было более или менее ожидаемо и в этом смысле некое разочарование многих постигло, может быть, его самого, потому что спектакль не был награжден уже какое-то время, по-моему, его спектакли не получали золотую маску, зато лучшим режиссером он был уже неоднократно. Вот какой-то парадокс с этим связанный. Мне кажется, что просто объективно говоря, Бутусов просто такой вот стал глыбой. У нас и у нас стоит эта глыба. Как бы с ней кто не хотел что-то там сделать или как бы к ней не относился, она просто есть. И то, что в жюри разные точки зрения были на это вопрос и еще больше в публике, в театральной, это же прекрасно. Мы видели напряженный, энергетически наполненный спектакль с колоссальным количеством публики, который этот четырехчасовой марафон, в общем, в котором не так все просто сходится. Тем не менее, смотрели на одном дыхании, стоя и аплодировали стоя. Ну, это вахтанговский такой вот кино, не знаю. Это пергюнт, премьера. Просто потрясающе. Мы думаем, что это очень трудный текст объективно. Да, там прекрасные актеры. Они, конечно, много поют, как всегда у Бутусова, и даже громко поют, как это тоже обычно бывает, но все-таки это очень сложная история. Меня поразило, что он взял перевод Балтрушайтис. Я не знала о существовании перевода Юргиса Балтрушайтиса, пергюнта, увы. Он меня абсолютно тронул, потому что он был сделан, кажется, в районе 14-го года. Кажется, уже началась Первая мировая война. Он дико русифицирован, то есть там много русских поговорок, каких-то обстоятельств. И он поэтому очень наш. В нем нет абстрактности какой-то, да, поэтической, метафизической, философской, а он невероятно такой вот вписан в актуальный ландшафт русской истории начала 20-го века. И, по-моему, он сделал это сознательно. Это, конечно, очень лирический его спектакль. Вот. Так что даже в таких случаях сложных это объективная реальность. Объективная реальность и то, что Борис Юхананов со спектаклем Пиноккио театр и со спектаклем Октавия, который тоже получил много масок, просто выдвинулся. Он, наконец, как бы выстрелил вот всем им восхищались, любили его спектакли. Но все-таки это было всегда что-то такое как бы не до. Почти не было, наверное, ни одного члена жюри, который бы не высказался с полным сердцем, что называется, не откликнулся бы на эту работу Юхананова и на эту работу Харикова, Анастасии Нефедовой и потрясающих двух актрис, которые сыграли Пиноккио. И, конечно, ну, в общем, он мог бы и больше масок получить, но как-то вот старались. Так что мне кажется, что некая с одной стороны вот эта склонность русского театра к более философским сюжетам, более философским текстам, потому что это и сказка про последнего ангела. Да, в ней есть такая вот критчевая философичность, несмотря на кровавый сюжет 90-х годов и нашей памяти, как бы дрожание нашей памяти внутри этого спектакля, он все-таки философичен, да. И даже, например, очень спектакль не получил Антона Федорова, оба спектакля не были отмечены, вот как бы хотя молодой режиссер, который ворвался в театральную реальность, он поставил в татарском городе Альметьевске спектакль по, ну, как бы сказка про кривых... Королевство кривых зеркал, только он вот. Королевство кривых зеркал, да, и он соединил ее с судьбой и текстами Варлама Шаламова. И все равно он вывел это в некую притчевую историю, да, вот это выведение, то есть притча и философ, некий философический формат театра, он сегодня звучит, мне кажется, очень интересно и актуализировался как никогда. Но вот спектакль Пиноккио поэтому, в том числе, поэтому получил, мне кажется, такую высокую оценку, все были захвачены этой фантазийностью, этой открытостью в новый мир и совершенно каким-то новым звучанием голосов о существовании актера. Вдруг услышали, потому что это уже было у Бориса, но вдруг услышали, расслышали самые разные люди в нашем жюри. Ну, то есть произошло вот это совпадение его внутренней театральной работы, которую он ведет уже давно, да, он же как-то не сворачивается с этого пути. и той работы, которая не была оценена, все-таки он существовал, даже будучи уже руководителем, создателем, руководителем очень яркого центрального театра в Москве и такого клубного театра. центра, он, тем не менее, как будто оставался маргиналом для большинства. Даже театрального, профессионального. Вот он, да, все срезонировало, срезонировало. Скажи, скажи, пожалуйста, вот, а если мы сейчас тоже двинемся и посмотрим дальше, да, приз за лучшую женскую роль, это Петрова в гриппе и еще один, сейчас смотрю. За лучшую женскую роль в номинациях, там была большая, вообще номинации, как всегда, женские и мужские, очень большие, и женская роль была очень большой. экстремала Чехов-центр. Не две актрисы, которые играли Пиноккио, а именно Анна Антонова в спектакле Чехов-центр Южно-Сахалинска получила работу. Я страшно рада. Тоже были вопросы, как лучше сделать, но она своей не просто колоссальной энергией и самоотдачей, и неким бесстрашием, мужественным бесстрашием, потому что нужно было некое, ну, и мужество, и бесстрашие, чтобы сработать так, не боясь тела, возраста, вообще ничего не боясь. При этом это очень профессиональная работа, она контролировала эту страсть, эту драму, трагедию женскую, контролировала в каждую секунду. В общем, мы очень как-то высоко оценили эту работу, да, несмотря на то, что режиссер этого спектакля, Петр Шерешевский, не оценил нашу работу, очень критиковал нас за наш выбор, вот, но... Но это часто случается, мне кажется. Да, да, прекрасно, нет, не за выбор этой конкретной работы, конечно, а вообще за... Вот, что еще? Был очень интересный разговор и спор потом по поводу женской роли второго плана и мужской роли второго плана, потому что это как будто, знаете, это всегда действительно второй план, он уходит, и было, конечно, очень ярко, несколько ярких работ и предложений, но вот мы как-то по совокупности наших, так сказать, просмотренных, впечатлений, просмотров, все-таки выбрали Петрова в гриппе, в том числе, конечно, и потому что этому спектаклю, ну, как бы досталось меньше того, что многие ожидали и хотели бы, в том числе в нашем жюри. так что это всегда так бывает, так бывает, и вот, вот, я хочу, я хочу тебя вернуть к вопросу о притче, вот Петрова в гриппе, это же тоже притчевая история. Притча, тоже притча, совершенно верно, именно, и такая, как бы, и психоделическая, и философическая, да, это некое, тоже некое путешествие по страшным ландшафтам нашей, как бы, да, ну, сегодняшней, можно сказать, ну, чуть-чуть более, ранней, но оно переведено в это состояние, как бы, такого экзистенциального трипа, да, и вот это путешествие, вообще не случайно путешествие, мы, например, путешествовали в Архангельск и в спектакль «Север», это тоже путешествие, это тоже сайт-специфик, это путешествие по морскому вокзалу, старому, который уже почти не действует в 70-х годах, постройка, огромное здание, такое бункерное, и в нем инсталлировали, да, всякие сюжеты, связанные с историей Севера и Архангельска, это очень интересно, Сергей Чехов сделал вместе с театром молодежным, Архангельским, потрясающим, работающим, вот он сделал такую инсталляцию, и мы ее наградили вот в спецпризом жюри, потому что это тоже было путешествие, и оно тоже не развернуто было в актуальность, такую, как бы острую и обнаженную актуальность, а там были, были самые, хотя были и эти сюжеты, но были гораздо более абстрактные, остраненные. Я к чему, что вот если мы, мы наш с тобой разговор вот сейчас ведем, то становится понятно, что все так или иначе связано с каким-то путешествием, с изучением себя, с притчевыми какими-то ассоциациями, что все тексты, которые мы перечисляли сейчас, они так или иначе имеют к отношению. Совершенно верно. Даже в пяти минут, в получасовом спектакле Дины Сафиной, ну, драматурга Дины Сафиной пять миллиметров, ну, как это? В час. Ну да. Пять миллиметров в час, да-да-да. В лаборатории «Угол» творческое в Казани совсем маленькая история, да, про двух людей, болеющих онкологическими заболеваниями, и мы только в финале только догадываемся, что та, которую мы считали просто посетительницей, подружкой, или там случайной знакомой, больна, скорее всего, безнадежна. Но это очень тонкая, совершенно не сентиментальная вещь, тоже путешествие от больницы до железнодорожных путей. Угу. Да. То есть, да всё, «Пеги-пёс, бегущий край моря» в куклах, да, допустим, это тоже путешествие, тоже путешествие огромное, да, в Чингиза Айтматовской, в прозе Чингиза Айтматова с потрясающими куклами, какое-то волшебное путешествие. Нет, ну, или, например, спектакль, который не стал лауреатом, но который, конечно, очень интересно было слушать, смотреть. Мы путешествовали по Воробьёвым горам вместе с поэмой Цветаевой, поэмой «Горы» Марины Цветаевой, которую сделал Женя Беркович как режиссёр, и там Анна Чаповская. Ну, это в доступе, между прочим, для всех, потому что можно зайти... Это в доступе, это можно посмотреть, это послушать, это очень... То есть, мы не можем... Мы путешествовали по Воробьёвым горам, и я первый раз была там в этом месте, вот представьте себе. Да-да-да. Это очень много о чём есть подумать, это вызвало как бы, ну, ну, это вызвало сильные у многих очень, очень сильные эмоции, реакцию. Во всяком случае, да. Я просто хочу сказать слушателям, что этот спектакль действительно можно зайти на сайт Мобильный художественный театр МХТ, который есть в приложении. И, конечно, когда вы просто слушаете это как аудиопьесу, это одно впечатление, когда вы идёте как бы в место, к которому привязана история, это другое впечатление, но тем не менее... Нет, поскольку история на самом деле привязана к Волтаве и Пражскому, и Карлову мосту, да, поэтому... И другой горе совсем. Поэтому можно просто путешествовать вдоль Даугавы, да, выберите себе любое место, приятное для прогулки, и слушайте, по-моему, это будет очень... То есть можно гулять просто по берегу реки, где масс-мост, и слушать прекрасный текст. Да. Скажи, пожалуйста, Алёна, какие новые имена, на кого надо обратить внимание вот из новых имён? Ты назвала Антона Фёдорова, да? Да, я назвала Антона Фёдорова, который сделал, собственно, Петрову в гриппе, и который сделал вот этот спектакль в Алметьевске. Очень, ну, очень интересный, но молодой режиссёр, мне кажется, ему как бы предстоит что-то большое и интересное. Мы очень рады за Полину Бахтину, которая стала художницей урядом в номинации «Работа художника», хотя там были просто невероятные работы, но мы как-то хотели отметить всех, кто нам как-то запомнился глубоко. И это спектакль «Занос» в театре «Практика» по пьесе Владимира Сорокина. Ух! Ну, впечатление сильное, когда она на маленьком пятачке инсталлировала часть квартиры миллиардера, это была задачка. «Нехилая». Вот. И, ну, это не новое, но всё-таки молодое имя. И, конечно, Дина Сафина, драматур, которой мы дали приз, именно потому, что это молодой драматур, который сейчас начинает много писать и работать, и она очень интересную сделала, на наш взгляд, работу. Ну, я не знаю, фух. Я, конечно, очень рада за то, что спектакль, получивший больше всего номинаций и тем не менее, и меньше всего наград, спектакль новосибирского старого театра в постановке Андрея Прикотенко «Идиот», то мы всё-таки там прекрасная труппа. Мы просто не смогли, ну, и кто-то и не захотел, и, в общем, отметить высоко награды всех, но вот лучшая работа, мужская роль второго плана это Тимофей Мамлин, который, хотя его компания очень, и актёры, играющие Мышкина, и Аглаю, и Настасья Филиппина, они все, по-моему, превосходные актёры. Но вот Тимофей Мамлин, который сыграл Ипполита Терентьева, ну, просто экстремальная такая работа, экстремистская, потому что играет террориста, но и средства он выбрал абсолютно адекватные, экстремистские, экстремальные, и это, по-моему, очень, ну, не случайно было отмечено. Ну, и молодой, конечно, молодая труппа Юхананова, это всё-таки, ну, не все молодые, но вот они очень оснащённые, и я хочу всё-таки, да, наверное, назвать женскую роль, вот эти две, они не получили, но они были прям вот совсем за секунду. За секунду до финиша, да? которые сыграли, да, сыграли Пиноккио, Мария Беляева, Светлана Найдёнова, да, Пиноккио, и вообще у него очень интересно. Этот способ существования, который долго не был оценён, и может быть, и не будет, может быть, он не войдёт в резонанс с такой вот широкой общественностью, а может быть, и войдёт, и может быть, эта награда даст шанс публике и театральной общественности расслышать то, что она не слышала раньше. В частности, вот этот именно способ существования в метафизическом театре, в таком философическом театре. Над бытовом, да? Даже в религиозном театре. Вне бытовом абсолютно, да, существовании? Вне бытовом и развернутом вот в такую неочевидную актуальность, в неочевидную, но актуальность, которая соединяет пласты времён, в которой мы сегодня существуем, понимая, что мы часть огромного космоса исторического, что мы часть прошлого и будущего, и что все времена сходятся в нашем единственном и неповторимом и, в общем, таком трагическом времени, заставляя слышать вибрации предыдущих трагических времён, да, гораздо более активно, чем раньше. И это всё очень как-то слышно у Юханана и в том, как играют его актёры. Но не только. Ну, вот, наверное, так. Ну, скажи, ведь сказки о «Последнем Ангеле» тоже, про «Последнего Ангела», тоже молодая совсем труппа. Безусловно, вот весь ансамбль и то, как существуют выдвинутые в номинации «Пускепалис», Глеб Пускепалис, но его товарищи совершенно прекрасные, они не были номинированы, но мне кажется, очень несправедливо, потому что там и близнецы играют. Я сейчас вот волнуюсь и торопясь, боюсь, ошибиться, да. Вообще, да, они все великолепны, и они существуют в этой странной, тоже такой, как Пиноккио, актриса, играющая Пиноккио, такая остранённость, прекрасная, как бы, нуль позиция, сказал бы, Миша Лугаров «Царство ему небесное». некая еда остранённости и включённость. Вот такая парадоксальная игра, которая становится, мне кажется, очень... Ну вот я хочу сказать, что я видела сказку про «Последнего ангела» тоже в записи, запись, конечно, была сделана прекрасно, то есть, ну это ещё производит дополнительное впечатление от качества записи, и я как раз обратила внимание, думаю, потрясающая актёрская труппа, которой кажется, что это люди пришли с улицы просто, зашли на сцену. Работает с ними великолепно. Я смотрела спектакль с Сашей Феклистовым, Александром Феклистовым, который сейчас сыграл у Крымова, кстати. Все тут. Все тут. Он был заворожён вместе с... Он говорил, как актёр, как бы я мечтал, то есть видно, как режиссёр работает с актёрами. Это действительно нужно добиться такого. Да, такого, как бы, профессионализма, который снимает все внешние признаки профессии. Да. Да? Да. Это тоже, да. Хотя театр такой широкий сегодня, что наоборот, допустим, или там, я не знаю, и, конечно, Бутусов в Пергюнте, и Юхананов по-своему выделяют профессии, то есть там, да, вот это некое совершенство, в котором работают актёры, они вроде делают акцент на профессионализме, но это другой какой-то профессионализм. У Бориса, по крайней мере, тоже такой лёгкий, лёгкий, по-лёгкому. Да. Хорошо, Алёна, ужасно хочется, чтобы ты приехала, посмотрела, когда всё откроется, что происходит здесь, и тоже поговорили бы мы с тобой о новых именах, которые я бы хотела для тебя, например, открыть, потому что при всём уважении к нашему коллеге, доброму и давнему другу Алвису Херманису, здесь очень много совсем новых и очень интересных имён и людей, и актёров, совсем юных, и мне кажется, что это очень интересно для тебя было бы тоже. Спасибо тебе, что ты поговорила и рассказала. Я думаю, что это важно, потому что программа «Золотая маска» в Латвии, она всё-таки планирует быть проведённой. В прошлом году она была вынуждена свернуться и не показывать спектакли. Сейчас мы все в надежде, что мы увидим всё-таки что-то, и несмотря на то, что там перенесены какие-то спектакли с прошлого года, всё равно может быть что-то новое появится, и мы что-то увидим. И тем не менее, те имена, которые мы с тобой сегодня назвали, в перспективе будем ждать. И если вдруг кто-то поедет в Петербург или в Москву, знайте, что смотреть заранее, покупайте билеты. Я всем желаю нам открытого на конец мира, открытых границ и возможности ходить, видеть, смотреть, играть. Пусть это будет у всех, пусть у нас это не кончится, а у вас начнётся. ну и пусть будет наконец свободу. И пусть будет театр. И пусть будет театр, который есть свободу. Да, да, да. Точка свободы. Хорошо, Алена, спасибо большое, привет Москве. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Радио Болтком.